Итак, мы с вами продолжаем читать книгу нашего учителя Равины Равицко-Казильбера «Зацаль», которая называется «Чтобы ты остался евреем». Наша глава называется «Как я молился». Евреи молятся трижды в день, утром, после полудня и вечером. В Столбищах, я хочу напомнить, это после окончания Казанского университета, Равицко был направлен в деревню 30-40 километров от Казани, где он преподавал в сельской школе. В Столбищах три раза молиться для меня было большой проблемой. Дома не помолишься. Я жил в одной комнате с детьми хозяев. За околицей народ без конца ходит. И тут я обнаружил, что входные двери у нас в школе просто уникальны. В жизни не видел таких широких дверей. Станешь за створку, никому тебя не найти. Благословен творец, который сотворил двери мудро. Так я сказал себе и стал молиться за створкой. Выгляну за дверь после первого урока, увижу, что ребята во дворе увлеклись мечом, и тихо надевают филин. Однажды звонок на урок прозвенел, как раз когда я должен был молиться молитву Шмонайсра. Это вы знаете, это человек стоит и молится перед творцом. Я бы задержался, но меня позвали. Пришлось прерваться и пойти, не закончив молитву. Ну, что делать? Говорить нельзя. Поэтому я молчу, объясняюсь жестами, раскрываю задачник, указываю номер задачи, показываю, кому идти к доске. Ребята посмотрели, посмотрели на все это и спрашивают, вы на нас сердитесь? Да. За что? А я молчу. Они опять, вы нам скажете, в чем дело, мы исправим. А я молчу, и так до конца урока. На очередном следующем уроке я объясняюсь с классом. Вы что, сами не догадались? Забыли, что на прошлой неделе вы удрали с моего урока в кино? Но в городе, в этой сельской школе утро и вечер принадлежали мне. А вот что делать с предвечерней молитвой, которая называется минка? Если урок кончается без четверти пять, а заход солнца пять, пять с чем-то, что делать? Обычно я выходил читать минку на автобусную остановку рядом со школой. Выбегал на перемене ровно без четверти пять. На деревянном щите у остановки обычно расклеили вы газету «Правда» и газету «Известия», а рядом были театральные афиши. Ну, я притворился, что читаю, а сам молюсь. В молитве Шмонайсре, она называется «Амеда», когда человек стоит перед Творцом. Надо сделать несколько поклонов. Что я делал? Я наклонялся, будто хочу рассмотреть какое-то именно афиши. Стою так однажды, читаю Шмонайсре. Эту молитву нельзя прерывать. Это было уже в Казани. И вдруг ко мне подходят двое наших учителей. Анна Федоровна и Федор Тарасович. О Федоре Тарасовиче все знали, что он особенный доносчик. Прежде он работал в Министерстве юстиции. И там буквально пересажал всех, косил народ. Сотрудники, ну, просто не чаяли, как от него избавиться. А как? Устроили, перевели его в другое место. Устроили учителем истории в нашу школу. Полгода не прошло, как по его доносам сняли и директора школы, и заучек. Так вот, подходит ко мне эта учительница, Анна Федоровна, с этим доносчиком. Исаак Яковлевич, как кстати, что мы вас встретили. Ничего себе кстати. Нам нужно посоветоваться насчет выпускных экзаменов. Как вы думаете, в какие часы лучше их принимать? А я стою посередине шмунаиста. Я показываю на сердце, показываю на рот. Мол, плохо сердцем. Дыхание перехватил, не могу говорить. Они спрашивают, что с вами, плохо? И этот подлый доносчик помчался вызывать скорую помощь. А Анна Федоровна за ним. Когда пришла скорая, я уже закончил молитву. И я всех успокоил. Все, мне стало легче. Могу говорить, все в порядке, прошло. Еще несколько слов я хочу рассказать о выпускных экзаменах. А заодно о школьных выпускных вечерах. Сегодня я могу признаться, что мне всегда было жалко выпускников десятиклассников. И на экзаменах, на выпускных экзаменах по математике, я им подсказывал ответы. Классные руководители, отвечавшие за уровень успеваемости, были мною очень довольны. Анна Федоровна, помню, все приговаривала. С Исааком Яковлевичем обязательно выпьем шампанское на выпускном вечере. Помню, как я сидел на этих выпускных вечерах. Ну, разливаю шампанское по бокалам. Я, конечно, беру свой бокал и начинаю речь. Говорю, говорю. И случайно ставлю бокал на стол. А потом, как бы по ошибке, беру маленькую рюмку водки. Вы знаете, что по еврейскому закону нам запрещено пить нееврейское вино, а водку можно. Сходило нормально. И я был в очень хороших отношениях с моими учениками, с ребятами. Я занимался не только их обучением, но и воспитанием. И достаточно серьезно. Было все, как у честного педагога. И они мне письма писали и встречались после выпуска. Но, тем не менее, у меня не было с ними ничего общего. Все на расстоянии. Я присутствовал на этих выпускных вечерах и говорил, и улыбался. Но я был не с ними. Я ничего не помню. Как сказал мудрый ребя из Коцка, «Можно сидеть за столом, есть вместе со всеми и при этом поститься. Можно быть вдали от кого-то и все время беседовать с ним». На этом я хочу остановиться. В этом году 16 лет, как наш учитель Равыцкак Зильбер оставил нас, своих учеников. Но всегда, когда возникает тяжелый вопрос, я думаю, а что бы мой учитель мне на этот вопрос ответил? А как бы он поступил? Я знаю, что многие-многие его ученики именно так проверяют себя. Можно быть вдалеке и все время беседовать с ним. А сейчас я хочу рассказать то, что приводит дочка Равыцка, Карабанит Хаба Куперман. Маму в городе считали модницей. Еще бы! Она всегда была в шляпке. А это у мамы был такой вариант. Замужняя женщина должна покрывать волос, головное покрытие, кисуй рожь. А папа носил всегда кепку. И изображал из себя рассеянного профессора. Если ему напоминали, простите, снимите головной убор. А, он говорил, да-да, извините, не обратил внимания. Равыцкак рассказывает, какие были у него патенты. Как на еврейские праздники он брал больничный. Например, на Йом-Кипур всегда у него был больничный. Но без неожиданностей жизнь не бывает. Однажды обстановка сложилась очень неблагоприятной. Доктор, одна доктор, нашептала заведующим поликлиникой, что врачи выдают больничные по знакомству. А тот отреагировал просто. Никаких бюллетеней не выдавать. Больные, у которых температура 39 и выше, чтобы приводили к нему, он сам выдаст. Причем сроком на один день. Ну, заранее, за две недели до Йом-Кипура среди врачей поликлиники тоже были несколько верующих евреев. Они меня предупредили, что я не смогу получить больничный. Сами врачи тоже собирались поститься без предпраздничной трапезы. Обычно перед постом Йом-Кипура мы устраиваем трапезу, чтобы легче войти в этот день. А они мне сказали, мы кончаем работу в четыре с четвертью. Добраться до дому, чтобы поесть перед Йом-Кипуром не успеем. Будем поститься так. И вот приближается Йом-Кипур. Я уже закончил последнюю трапезу, а больничного у меня нет. В школе рабочей молодежи, где я работаю, там мои ученики, ребята, бедовые. Если я не приду без уважительной причины, там не спустят. И вот моя соседка, Оля Лившиц, верующая женщина, муж, который был большим человеком на авиационном заводе, говорит, рядом вот эта врач живет, Набойщикова. Я попробую ее уговорить. Ну, мы заходим вдвоем к этой Набойщиковой. А она сама донесла заведующему поликлиникой, что врачи выдают бюллетенек по знакомству. Ну, вот эта Ольга заводит долгий разговор, рассказывает, какие у меня были верующие родители, и как сын всегда их почитал и болтает, болтает, а дело не двигается. Я вижу время на исходе. Вот-вот сейчас начнется в синагоге Коль Нидрой и так подхожу к ней и говорю, дадите больничную на завтра или нет. А она, ваша фамилия, Зильбер, и выписывает больничную на емкий пур. Вы спросите, почему я так впрямую у нее спросил. Ну, не было времени разводить дипломатик. Как мы справляли праздники? Сукот. Каждый учитель в Советском Союзе обязан был вести общественную работу. Но меня выбрали членом месткома. Это школьный учительский профсоюзный комитет. При распределении обязанностей я взял на себя дела, требующие минимум времени собирать членские взносы, распределять премии путевки в санаторий и еще я делал доклады на учительских научных конференциях. Член правкома избирается сроком на год. Ну вот, прошел год, отчетно-выборное собрание назначается на первый день праздника Сукот, который к тому же вышел, выпал на субботу. Не явиться на собрание ну просто было невозможно. Ждали представители и замкома профсоюза. Ну а где взять больничный? Свои больничные я берег только на Роша, Шана и Йом-Кипур. Я страшно боялся пропускать работу в праздничные дни без больничного листка. И всегда на эти дни я доставал эту бумажку. Верите ли, все годы работы я ни разу не брал бюллетень действительно по болезни. Как-то две недели подряд у меня было воспаление легких и температура за 39, но я прибегал на работу. Все уже привыкли к этому, так что разболеться еще и в сукот я не мог. Но меня беспокоило, что в отчете на собрании мне придется объяснять, сколько денег я собрал по членским взносам, на что они потрачены, а в субботу деньгами не занимаются. Но я решил, что эти финансовые расчеты можно отнести к категории ну то, что человек говорит дворим, мабыках, ну вещи, которые человека не касаются и совершенно его не интересуют. Хорошо, тогда о них можно говорить. А чтобы не носить с собой записи, я выучил все цифры наизусть и был готов дать отчет, чтобы отделаться. Но была еще одна проблема. Мне предстояло в последний раз собрать членские взносы. Зарплату предполагалось выдавать четверг, и я решил, что в тот же день соберу взносы, наклею марки, а в субботу только приду, чтобы отболтаться. Но на беду. Кассир, узнав, что в субботу будет собрание, позвонил и предупредил меня. Я приду не в четверг, а в субботу, выдам зарплату, Зильбер наклеит марки, а потом начнем собрание. Ну что делать? Клеить в субботу запрещено? Как выкрутиться? Я думал, так и так. Единственный раз за всю свою жизнь я не нашел выхода. Решил, что я просто не приду и все. А зауч наш, Володя Штейман, он знал, что я в субботу не работаю. И он подошел ко мне заранее встревоженный. Исаак Яковлевич, я всегда вам помогаю. Но если вы не придете на этот раз, будет ужасно. Начнутся разговоры и против меня тоже. Бог простит вам нарушения, нет выхода, вы обязаны прийти. Но он, конечно, был прав. Разговоры могли начаться. И самые неприятные. Но я подумал и решил, что разговоры и даже санкции все-таки это не называется угроза для жизни, пикуахнефеш. Ну, не расстреляют же меня. Ну, выгонят с работы. В крайнем случае отнимут диплом. И в этот день я не пришел. Сукот прошел нормально. Сидел в суке, говорил слова торы, съел кусочек хлеба, а вечером зашел к заучу. Вижу, он сидит спокойный, в хорошем настроении и говорит, что-то произошло невероятное. Пришел кассир, стал раздавать деньги, ждут вас, а в десять должно начаться собрание. Без десяти десять примчался, как угорелый инструктор из райкома партии, собрание отменяется, никаких собраний, и произносит речь. Товарищи, основная задача эпохи борьба с религиозным засилием и предрассудками. Учителя должны быть в авангарде этой борьбы. Отдел агитации и пропаганды даже слово такое трудно выговорить пропаганды, да, организует для учителей цикл лекций по диалектическому материализму. собрание отменяется, все дружно идут на лекцию. Вот так я раз в жизни не пошел на работу, не имея оправдательных документов. А эту историю рассказал сосед и друг Равыцкака и в Казани, и в Израиле доктор Яков Цацкис. Смешная история. Раяно признал Равыцкака образцовым преподавателем и на собрании какая-то главная парттетя, поздравляя его, протянула ему руку. А по еврейскому закону руку женщины евреи не подает. Так что он сделал? Он сделал вид, он пошел к ней навстречу и по дороге споткнулся и упал. И потом сунул ей локоть вместо руки, но руку не подал, выкрутился. Я хочу вам сказать, я тоже присутствовал, мы навестили одну больную в Иерусалиме, я привез Равыцкака, и она показала ему свою кошечку, а если мы дотрагиваемся до животных, надо мыть руки, чтобы молиться и все. Так я видел, как Равыцкак сделал, и руку тоже она протянула, так что он сделал, он засунул руку в руках, и вот так ей протянул, да, и так же погладил кошечку, вы понимаете, у него были все патенты. Я уже рассказывал, как мы навещали одну женщину, дочку великого Равина, которую Равыцкак приближал, и она дала ему варенье из клубники, несомненно, она не соблюдала, а в Израиле от плодов нужно отделять все отделения, трумот, масс, рот, так когда она положила нам блюдечко с вареньем, и пошла наливать чай, Равыцкак при мне, взял салфетку, ложкой отделил все отделения, завернул салфетку, положил в карман, и ел с удовольствием это варенье, у него были патенты на все случаи жизни. Равыцкак продолжает рассказывать про сукоты, в этот праздник евреи должны не только есть, пить, и по возможности спать в суке, но и ежедневно произносить благословения над четырьмя видами растений, лулавом, и трогом, адасом, аравой, это тоже отдельная история, свидетелем которой я был. Ну, сначала я прочитаю то, что Равыцкак говорит, лулавом, называется связанной вместе пальмовая, нераспустившаяся пальмовая ветвь, веточки мирта, ива, то, что я сказал, лулав, адас и арава, и еще особенный плод цитрусово-деревого, который называется итрог. Сами понимаете, что эти четыре вида растений доставались нам нелегко. Каждый год приходилось решать проблему заново. Иногда мой двоюродный брат Дов Йосиф присылал посылку из Палестину. Иногда какой-нибудь иностранный турист оставлял для нас в Москве арбоминим четыре вида растений. Один набор на весь город. Но так или иначе за все годы моей жизни в Казани только один раз мы провели суккот без итрога и лулава. А я вам расскажу, что в нашей Ешиве Турадхаим в Москве работал подполковник КГБ. Он работал у нас водителем Николай Прохорович. И он был особенный человек и ему было очень интересно работать с нами. И как-то он мне рассказал, что тот офицер, полковник, который отвечал за идеологическую работу в КГБ, как-то, когда встретились пенсионеры этой организации, а он вышел на пенсию уже в 45 лет, спросили у него, это был 91-93 год, перестройка, спросил, где ты работаешь? он говорит, я работаю водителем в Ешиве у евреев. Этот идеологический работник сказался, Прохорович, ты продался сионистом? Он говорит, да, и работаю с удовольствием. А потом прошло несколько лет, и Николай Прохорович рассказал мне, что он встретил, тоже на пенсию вышел этот полковник, и он обратился к Николаю Прохоровичу и спросил у него, скажи, а у ваших этих евреев, сионистов не нужно еще одного водителя, чтобы подработать? Так вот, как-то Николай Прохорович встретил Ировыцкака в аэропорту, Ировыцкак приехал в Ешиву со своими четырьмя видами растений, и он привез его в Ешиву, там его встречали, он привез свой деревянный чемодан, который он вынес из лагеря, и Прохорович уехал домой, а вот-вот должен начаться праздник Суккот, и он увидел, что Ировыцкак забыл свой лулав, четыре вида растений у него в машине, он вернулся и вернул это Ировыцкаку, а вот он у меня спрашивал, Равцви, скажи, это большая заслуга помочь праведнику, большая заслуга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok